здравствуйте подписчики моего канала зрители данного видео 1 апреля у нас сегодня 21 года свинка поросится вот три дня назад выложила 19 еще 18 часов а поросилась точнее начала поросится сегодня уже часов 5 наверно часов 3 начало до 4 где-то мы быстро и так понимаю потому что я вот уехал по делам вернулся а тут же она принимает уже роды все как положено свинка видите поросятки повыпрыгивали бодрые такие он хватает сиськи тягают чмакают сколько там 10 штук уже но опорос еще не закончился потому что судя по свинке еще не выходило место в принципе возможно еще будет кто-то появится села она так не очень легко то есть если бы она развернулась наоборот вообще замечательно сейчас мы будем смотреть посмотрим что как чем закончится пока все прекрасно он рыжий бегает видите как поведение вот свинья вот свиноматка должно так себя вести во время опороса должна быть спокойная не рыпаться поросята выскакивать должны каждые 20 минут и в двух часов трех где-то 20 минут поросенок ну да обычно обычно бывает там партия и тут когда половина готова буду мы пришли было трое буквально каждые 5-10 минут ну опорос нормально длится 2-3 часа это нормально опорос это она не долго классно вообще может длиться и сутки и двое но это уже конечно затянуто и вот смотрите никакой химии ничего мы там ассистаций ничего вот не будем потому что ну необходимости в этом нету все проходит так как и должно быть все просто прекрасно поросятки бодрые он такие веселые температура у нас сегодня самый теплый день за историю наблюдения вообще в нашну на нашем регионе за всю историю наблюдения погоды вообще плюс 16 на улице даже больше жара такая уже прям летняя наступила хотя буквально позавчера там чуть ли не снег ночью срывался сейчас мы их немножко как-то так передвинуть и потом нарежу что-нибудь легла не очень хорошо сейчас как-то переляжем с другой стороны они тут неудобно мальчик хочет плечи нормально это свинка чтобы не сглазить это у нас уже там четвертый на поросе не помню но она вот но очень хорошая она просто замечательная тут по дереву постучу и спокойно во всех отношениях и когда не бросается не кусается единственное полюбляет пошкодничать но по сравнению со своей малой вообще вот точно маменький сын прибежал и поросятки вот храм 900 на танец его сонах его 200 ведь и маленькие сильные вот они стоят уже на ножках все как положено мальчик хочет девочка все это самое распределились ты хочу чтобы она встала я туда чуть-чуть и подровнял маленький недостаток в этом всем первые дни получается свинка начинает гнездо делать гнездиться это гнездо они потом начинают засыпаться в принципе видите просто легла еще так ну если бы она понимала по поводу поставить какие-то ограждения но сарай не позволяет стебе сарай какой-то более-менее прочный стены на глине все положено на песке каком-то и оно такое все если трубу вобью она вместе с трубой пол сарая называли ну чтоб отделить сделать чтобы они как бы этот самый как стойло такое и опять же смутство мне не нравится свинья если нет возможности у нее ходить свиноматка она и опоросы сложные ожиревает а если родовые пути ну как бы она если ожиреет если не будет возможности двигаться родовые пути ожиреют ну короче мышцы ослабевает и туда опорос происходит мы практически просят а то мертвые рождаются слишком крупные в общем большие проблемы для свиноматки очень важно чтобы был выгум возможность ей пойти полазить когда она вот стоит вот смотришь на фермах там этих он стоит это свинья не повернутся не может не поворошиться но это издевательство как он поэтому они там и вручную достают их и колят и что-то они вытворяют если вы хотите что у вас таких проблем дурости такой не было сразу определитесь сделайте возможность там хотя бы каких-то 15 минут 10 чтобы она могла каждый день пойти побродить погулять и тогда проблем не будет такие поросятки будут рождаться самостоятельно я смотрю вы пришли они уже почти все были да но я была тройка не оборваны даже куполю давай давай за подпись и чуть-чуть а еще лучше встаньте от это у нас самый лучший мама у нее хорошая а ну отойдите мама покажу покажи вам мама нервничает поросята кричат хочет на помощь ворваться мама тоже суперростная но у нее разница месяца полтора-два все давай до малышей а это будет чатой а там есть не только внучата он здоровый башка смотри как башку ему отдавила когда выходил семяк такой я смотрю будут такие лысенькие процентов на 70 тем более сейчас у нас лето вот если посмотреть на него так мелко-мелко дрожит там кстати должен может кто-то подойти когда мелко-мелко дрожит или ножки вытягивает это идут схватки но так идут родовые родовая деятельность идет в принципе все хорошо вот ногу потянули и задние ноги вот схватка что-то выйти должно что вы такая что они такие жадные хорошо что они поели в сторонку другим дайте пожелать выживет только сильнейший выживет живым останется тут и на третий день на пятый день вместе с мамой уйдет из ямы в природе короче так пять дней она сидит я встает и уходит кто не пошел за ней сейчас свинка переляжет у нас надеюсь как надо мы ее оставим в покоре при всех этих манипуляциях будьте готовы к тому что свинка может повести себя неадекватно поэтому сильно с ней там не заехать то можно получить губами по мартасам сейчас я выручу тут видишь нарыва где угодно роют только к стенке не подпирай трошечки опоздал с этим поехал за опилкой приехал уже проситься не глядя она будет выходить водички от своих поросян и куда не пойдет сейчас поснимай выбирайте мамочек чтобы они были спокойные и аккуратные если она с разгону прыгает на поросят поросят тоже иногда бывают случаи приколы такие в руки взял поросенка она посмотрела на это все дело в кучу поскидывала всех из разгона на них прыг все не мои не надо мне ну что твои сушняк какой так вот дверь можно открыть видно хорошо она не будет выходить поросянки кто-то никуда не идет она недели дверь она не будет выходить не выгонишь ее чтобы уколы сделать хорошо можно едой приманить да еда не нужна сейчас у нее будет материнский инстинкт такой сильный что это пока она поросится ночью допускают а потом уже все лучше не подходить сейчас мы уляжемся как надо и мы тогда не будем мешать будет поглядывать опорос уже когда закончится у этих не так вот у неё у рыжика а вот те которые патри они бы те съедали свои послед все как положено ну поросят не жрали конечно но послед съедали самостоятельно это не уберемся послед лучше забрать место там все эти вещи не давать силаматки кушать место себе готово сейчас уляжется нам важно чтобы она легла спиной к стенке поросятам повернулась опузом сейчас она только так это сделает и все будет замечательно они уже сами укладываются чуть-чуть там подсмокывать и сейчас успокоиться будут такое что как спать вот это будет петренчик вы себе смотрю только один мохнатик нет там два два мохнатика маски этих три мохнатика конкретных а то вы избавились это сдавала тоже свиноматку больше 200 килограмм больше 250 было нечем было взвесить опилки еще тем хороши что они обтираются вот поросятки сухие сразу становятся даже если на улице там холодно не смертельно они сразу же становятся высушивается сразу тоже очень хорошо хотя вот зимой мы как делали обмывали их 40 градусов вода стимулирует у них сразу да и кровообращение они сразу становятся ну как бы веселее но если вот холодно там молодец улочка теперь мы уйдем она их позовет замечательно сливка дрессирована видите вниз сразу подставляет так главное чтобы youtube не забанил за контент взрослый извращенцы с youtube вы там не думаете что теперь мы будем поглядывать издалека на и стараться ее не беспокоить все что родится сейчас она самостоятельно прекрасно всех родит они в принципе оботрутся и будут гонять тут с общей толпой уже через буквально там недолго все по поводу так скажем противников содержание свиноматок на полу на глубокой подстилке скажу вам сразу ребята ноги у них не проваливаются сиськи хватают отлично встают на ножки тоже прекрасно поэтому никаких проблем с этим нет при этом тут всегда чисто не воняет аммиаком ух ты получил пороже всегда они всегда в чистоте дышат свежим воздухом сухо чисто прекрасно хоть бери сам ложись рядом не спит я не шучу там я хренька показывал на предыдущем видео на бетонном полу у меня сидит ох там настоящая жесть у него все мы на час и пойдем управляться потому что надо еще управиться и вот так вот место вот вышло сейчас мы его удалим здесь опорос у нас уже закончился свинка полностью очистилась сейчас она у нас вляжется поросядки тоже уляхаются в общем будет классно Последний вопрос. Меньше бы ты видел. Еще место. Места много. Говорит о том, что все вышло. Поросяток у нас было. Что-то орешь. На ногу ей встал, по-моему. Нет. Он просто гордился. Не может он встать. Он на ногу ей встал. Девчонка. Девка. За первых три дня у нас трошки проблематично, в плане, пока мамочка, пока они чуть сильнее станут, проворнее. Как только они проворнее станут, они уже не попадают под нее. Убегаем. Ну, давайте. Давайте, давайте. Выходите от вас все. Убегаем. Да, руки. ой хорошо все нормально все хорошо все ты молодец заслуженный отдых молодец дело сделала можно смело спать и поросятки в принципе примерно одинаковые один маленький еще два остальных одинакового размера это тоже не было важно опороз окончился и теперь свинку можно оставлять смело с поросятами и она будет уже за ними ухаживать буду надеяться что эксцессов не будет происходить у них они вырастут большими и уже через два дня мы через три дня мы начнем колоть их первыми витаминами как видите в свинарнике у нас сухо чисто все вода подается корму там покажи в кормушке уже свежий корм в кормушке уже свежий корм мамочка уляжется как не надо тут уже они между собой разберутся как она ножками будет двигать или не будет но опороз закончился уже все внимание схваток видно по ней схватки закончились она расслаблена видите все все как должно быть он уже спит глаза закрыло спит пойдем уже темнеет 8 часов будет полдевятого поэтому можно смело идти спать все что мы могли для нее мы сделали здесь все зависит будет от природы так скажем ну а как будет происходить судьба поросяток вы сможете увидеть на видео поэтому заходите смотрите комментируйте ставьте лайки пожелайте удачи всего доброго удачи 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 все